всем привет слышно ли меня слышно ли меня у нас сегодня гениальный александр петриков посвященный 300-летию российской империи которая на самом деле 2 ноября то есть 22 октября по старому стилю по русскому стилю секунду я забыл включить монетизацию а это важно потому что кнопка с долларом сама себя мало того что не нажмет но и не организует монетизация включена я продолжаю мы в общем немножко напутали и ну понятно на самом деле действительно такая неочевидно уже вещь то есть вот да даже если мы русские и мы не признаем советский календарь то все равно вот тот день конкретный когда петр назвал себя императором он 2 ноября по советскому стилю то есть не 300 лет ровно назад а 300 лет минус 2 недели но поскольку да поскольку ошибка картинка уже нарисовано два как бы соображения по поводу того что я люблю тебя империя во первых британская императрица елизавета вторая заболела провела ночь в больнице и мы ей желаем здоровья брит джонсон сказал что она уже в порядке и работает у себя там виндзоре не знаю насколько это правда но на самом деле конечно с годами понимаешь что наверное спокойствие да на всем земном шаре во многом обусловлено благополучием этого конкретного человека что называется дмитрий евгеньевич и пребывание здесь совместно как бы меня к этому выводу привели можете его со мной не разделять я опять-таки не настаиваю ну и второе да давайте не забывать о том что строчка я люблю тебя империя взята из знаменитого стихотворения легендарного и спорного о чем я уже не раз говорил вадима степанцова который сегодня довольно смело и правильно выступил в поддержку юрия хованского и тут можно конечно аплодировать но также напоминаю и хочется об этом говорить потому что ну когда рефлексируешь такие вещи может быть следующие люди от своих ошибок также будут застрахованы и не повторят их я имею ввиду но собственно степанцов да как многие люди его поколения бывшие отрицателями всего официального мейнстрима 80-е годы с годами превратились в таких общем прихлебателей ну не знаю российской ментовской дубинки условно говоря я прямо прочитаю это стихотворение стыдное стихотворение вадима степанцова который при этом талантливо как полагается зимние когда разгоняли митинги в москве дословно ты сегодня солдат не менжуйся я же тоже налоги плачу всем мазурикам мелкобружуевским сунь в ебальничек по калачу заебали уже эти крики надоедливой мелкой шпаны что не те у корыта утырки что они там же чавкать должны доктор мой поборись там со свинкой чтобы не было в мире хуйни ебани из солдатик дубинка я налоги плачу ебани понятно что сейчас когда он ахает что боже мой по беспределу сажают хованского наверное ему нужно подумать о том что старик не бывает тогда что здесь как бы по беспределу люди бьют люди разгвардейцы бьют людей правильно а здесь неправильно это один большой сообщающийся сосуд вернее система сообщающихся сосудов но вполне очевидная вещь чего к ней добавить но собственно вот таким вот образом мы объяснили нашу немножко торопливую картинку красотлетия империи хотя собственно три 300 лет можно отмечать и две недели 300 лет российской империи да здравствует российская империя да здравствует историческая россия долой долой советское прошлое что касается сегодняшней истории с аликом болдуином его конечно назвал американским ефремовым потому что ну понятно именно болдуин в поддержку собственно в рамках лизания так сказать анус демократической партии, да, кривлялся над, по поводу Трампа, да, изображал его регулярно, и, соответственно, последние его творческие успехи связаны именно с этим, такой буквально гражданин-поэт в американском изложении, и, да, Владимир Степанцова, пишет Глеб Беляченко, и сейчас, когда он, ну да, попал в беду, совершив преступление непреднамеренное, собственно, мы понимаем, да, что примерно то же самое пережил наш Ефремов год назад, когда его, бывшего гражданина-поэта, в общем, пинали вдвойне за то, что он, во-первых, да, убил человека, и, во-вторых, а до этого нас учил, соответственно, о морали. Но есть подзабытая история, которую, ну, как бы вот рубрика «Каз» пересказывает в Википедию, на самом деле я просто столкнувшись с тем, что молодое поколение уже не помнит, я говорю, а у нас, там, сейчас скажу, с кем было так же, да, а что было? Так вот, что было? Юматов, да, легендарная звезда фильма «Офицеры», по-моему, я еще задолго до того, как посмотрел фильм «Офицеры», который, напоминаю, говно, я у Юматови и узнал из этого события, что вот 90, по-моему, четвертый год, и пожилой актер у себя во дворе из ружья убил дворника. Значит, сейчас я как раз буквально сверился с Википедией, и что оказалось на самом деле? То есть я помню, что там была собака, дворник помогал ему хоронить собаку, и они поссорились. Но как поссорились, уж не знаю, позднейшее ли это ложное воспоминание, внесенное в ту же Википедию, или в реальности так и было, но звучит очень конъюнктурно. Собственно, так конъюнктурно, как сегодняшняя история, знаете, да, про молдавский газ. Россия прекратила поставлять в Молдавию газ, ну, там, понятно, новая проевропейская власть, как бы все как полагается, и, наверное, там, газовая политика традиционно делается оружием России. В итоге, да, молдаване говорят, да, вот такая беда, у нас газа нет, и мы с болью, там, со скорбью вынуждены отключить вечный огонь. Саму святыню, саму частицу огня мы уносим там куда-то во двор, она будет храниться, условно говоря, в лампаде, но, увы, увы, газа нет, вечный огонь гаснет, как жаль, как жаль, и кишиневцы теперь несут цветы и свечи к погашему вечному огню. Ну, очевидно, это кривляние, рассчитанное на одного пожилого человека, Владимира Путина, на которого такие вещи действуют. Ну, в общем, вот, и к чему я говорю, оказывается, да, Юматов не просто убил дворника, потому что, будучи пьяными, они поссорились, а потому что дворник сказал, что лучше бы тогда, в 45-м году, победила Германия. Юматов такого выдержать не мог и, соответственно, убил дворника. Об этом писали в газетах, кроме войны, может быть, про войну писали, я не помню, но, собственно, да, заслуженный артист, пожилой, жена, по-моему, умерла, и, в общем, его возбудили в уголовное дело, он был то ли под подпиской, то ли под домашним арестом, это конец 94-го года, а потом 50 лет победы, а он фронтовик, и его амнистировали. И, собственно, вскоре после этого он умер, не зная о том, что пройдет 20 лет, и при Путине, и Шойгу, именно его плохой, слабый, позорный фильм станет тем, что обессмертит его до такой степени, что перед Минобороной поставят ему памятник. Поэтому, Олег Болдуин, если он себя как-то хоронит, передайте ему, чтобы узнал о том, что советский актер Юматов, вот, собственно, так его судьба сложилась, по крайней мере, посмертная. К другим событиям дня, опять-таки, вот, во-первых, да, что я, опять же, давайте еще Википедию продолжим. Я сегодня, сейчас в Rush Today увидел, что Собчак, да, впервые после истории в Сочи, полетела на крупное мероприятие, а именно на свадьбу, значит, российского бизнесмена Андрея Вавилова и французской наездницы, там, Марии Антуанетты какой-то, наездницы буквально, не в смысле, что она там на каких-то членах скачет, она на коне ездит. И Андрей Вавилов, да, вот удивительная отдела к вопросу о людях глубинного государства. Почему я среагировал и написал, опять же, немножко фривольно, в анонсе стрима «Советский жеребец», потому что, ну, на самом деле, тогда это был чуть ли не первый эпизод, тогда у нас еще не знали, что так можно. Собственно, вот, ну, Гайдаровская еще эпоха, да, пришли 30-летние экономисты-очкарики, которые там где-то даже на Западе успели постажироваться, и теперь они российская власть, да, собственно, ну, по крайней мере, экономический блок правительства. Вавилов как замминистра, то есть как буквально второй эшелон удержался дольше, чем сам Гайдар, он был замминистра финансов, соответственно, и вот 95-й год, и в газетах пишут, я помню эти фотографии, что вот, представляете, по Москве развешаны билборды с портретом какой-то девушки, и надписью «Любимая вернись». Эта девушка бросила Андрея Вавилова, замминистра финансов России, и он, очевидно, впервые в истории России таким образом уговаривал ее вернуться. Марьяна Царградская ее звали, вернулась, все у них было хорошо, они даже женились, но потом они расстались, она уехала в Америку, умерла там от рака, оказывается. Вот, ну а сам Вавилов действительно вот такая фигура характерная. Во-первых, ну, по-моему, его имя мелькает, да, в книге с Игоря про «Все свободны», он был казначеем предуберной компании Ельцина, то есть весь вот тот кэш, который кэш, да, шел через его руки, и, наверное, это в конечном итоге повлияло, потому что так-то Вавилов, ну, уже позднему поколению моему, известен как фигурант уголовных дел, будучи сенатором, он, собственно, благодаря неприкосновенности не сел из-за того, что была история, когда он получил кредит, он, как российское государство, да, получил кредит на реструктуризацию «Мига» компании, да, завод «Миг», который истребители делает, но, соответственно, деньги, полученные на реконструкцию «Мига», «Мига» ушли куда-то в офшоры, и, соответственно, как так вышло? А черт его знает, ну вот давайте возбудим уголовное дело, давайте, но как-то отбился, и поскольку, да, теперь, я думал, если честно, он где-то уже совсем пропал и живет, условно говоря, как кох в каком-то домике в горах где-нибудь, да, но, оказывается, он по-прежнему бодр, активен и продолжает быть, как это называется, сексоголиком, да, женится на французской наезднице и зовет на свадьбу Ксению Собчак, и мы их с этим поздравляем, всем совет да любовь. Ну и третий пункт, опять же, вот из того, что я выносил в анонс, значит, да, французская наездница, советский болдын, и кто у нас еще есть, напомните мне, пожалуйста, я не помню. Да, конечно, Анастасия Васильева, которая сегодня написала, соответственно, дикий пост, который всех удивил, возмутил, ну, в рамках, опять же, этого всеобщего тренда по дискуссиям на тему антиваксерства, она тоже осудила антиваксеров, но осудила так, что вот какие мрази, дождь и настоящее время, которые делают проплаченные сюжеты, разоблачающие спутник, и поэтому народ не прививается. Поскольку Анастасия Васильева, да, которая альянс врачей, и которая после уголовного дела, соответственно, стала Протасевичем, стала выступать против ФБК, собственно, главная интонация комментариев, и у нее, и особенно у меня, где я ее перепостил, не будем осуждать, мы не знаем, как бы, за какие яйца ее держат, детьми угрожают, там, еще что-то, допустим, допустим, допустим. Но вот я задумался, как бы, понятно, опять же, вечная сноска, вот буквально вечная ебала, как прайна агента, тоже, между прочим, прямо сейчас Сергей Смирнов, вернувшийся из Грузии, не только из Грузии, выступает в магазине «Фаланстер», то есть, действительно, то есть, публичное выступление, никого секрет не раскрываю, но, по крайней мере, да, стоит восхититься мужеством честного русского человека Сергея Смирнова, который, ну, мог, очевидно, да, стать вот одним из тех, да, там, от Ивана Жданова до Марии Певчих и Майкла Наки, которые вот вместе с Фондом борьбы с коррупцией куда-то двигаются в сторону, условно говоря, глобальной демпартии. И понятно, что Сергею Смирнову, бывшему нацболу, учителю истории и так далее, эта роль совершенно не подходит, она бы его сломала и ломала, как мы видели на том пьяном эфире, с Евгением Альбас, и то, что он вернулся, это, конечно, круто, героизм и так далее. Вероятность его, как бы, посадки, наверное, невелика, все-таки главред издания, не активист ФБК, там, не экстремист, не кто-то, но, тем не менее, риск какой-то есть, и здорово, что, собственно, здорово восхищает, что он этим риском пренебрегает Сергею Смирнову всевозможные лучи поддержки. Да, но вот что касается Анастасии Васильевой, здесь, я думаю, сложнее. Если бы вдруг с такими речами, да, проплаченный, значит, дождь, да, руки прочь от спутника, там, и так далее, и так далее, выступал бы Яшин, допустим, сейчас, ну, это понятно, да, Яшина сломали, запугали, мы его знаем 20 лет, он рос на наших глазах, буквально на моих глазах, я политически вынемщил Лью Яшину в 2004-2005 году. Я бы понимал, да, что здесь какое-то давление. Что касается, что касается Анастасии Васильевой, простите, какое давление? Вы знаете вообще Анастасию Васильеву? Откуда вы знаете Анастасию Васильеву? Кто такая Анастасия Васильева? Вам сказали, да, что это какой-то правильный, честный пронавальницкий врач, там, пару лет назад, да, и вы поставили себе галочку, абсолютно не проверяя этот, в общем, спорный посыл. Может быть, она с самого начала была Эшница, представленная к Навальному, может быть, она часть, как бы, этого, собственно, не знаю, чекистского пула, который мы привыкли называть, как бы, средой фонда борьбы с коррупцией, мы не знаем. И когда сейчас вдруг она выступает с этими речами, уверены ли вы, что они противоречат тому, чем она была до этого? Это ж, опять же, вот когда, понимаете, на самом-то деле, да, мутный человек, из ниоткуда возникающий, как, ну, как Медиасота, допустим, да, известная, про которую мы говорили, как еще какие-то активисты, как еще какие-то люди, по умолчанию полагается считать, что вот, как бы, да, они вот на той стороне. А где та сторона? Есть ли вообще та сторона? И здесь как раз история Васильевой даже на историю Протасевича не похожа, потому что и про Протасевича мы знаем больше, особенно благодаря дискуссиям об Азове, да, больше, чем о Васильевой. А кто она? Возникла она, собственно, в один из таких узловых, мутных моментов биографии Навального, когда Антон Вайна его отправил в Барселону лечить глаз, да, и, как бы, может быть, там, с билетом в Барселону и прилагалась, да, условно говоря, сопровождающая. В общем, имейте в виду, понятно, что, естественно, радоваться тому, что вот заговорила, да, стала говорить правду вообще, как бы не надо, да, не стала говорить, не заговорила правду. Но и вот этот рефлекс, да, что, ну, понятно, на нее давят, да, откуда вы знаете? Может быть, она сама на кого-то давит? Такая моя речь про Анастасию Васильеву. Еще вот на самом деле к вопросу, да, на самом деле вот вчера говорил и по эху говорил, и опять вот я хоть и каялся, да, что там колонки, которые повторяют произнесенные вслух мысли, они не вполне, как бы, полноценные, да, и немножко такой элемент обмана по отношению к людям, которые и читают, и слушают, и вынуждены одну и ту же мысль читать и слушать дважды. Но, собственно, покаявшись вчера в этом, я сегодня повторил этот трюк, в общем, сделав колонку, по сути, из тейка прогнанного вчера по эху на тему того, что, да, естественно, виктимблейминг по отношению к так называемым антиваксерам, так называемым, потому что, еще раз скажу, есть, да, активная тусовка типа Марии Шукшиной, но она не совпадает ни по объему, ни по людям, вот широкая масса людей, которые, да, могут не прививаться, могут не доверять, могут бояться. Это разные следы, разные человеческие общности, собственно, активные антиваксеры и просто обыватель, который не доверяет. И когда их смешивают, это, естественно, манипуляция. Колонка, да, естественно, ну, собственно, я говорю, что провалила все равно власть, сваливать на людей не надо и ни одной вакциной исчерпывается борьба с коронавирусом. В общем, стандартный набор самых очевидных, с моей точки зрения, вещей. При этом я также понимаю, среди вас такие люди есть, тот же Дмитрий Яковлев, они сочли эту статью агитации за принудительное вакцинирование, что неправда, естественно, я не готов никогда агитировать за принудительное вакцинирование. Я не всегда говорю, что понимаю людей, там, так или иначе, даже если в порядке какого-то сумасшествия и неадекватности, да, недоверяющих прививкам и вакцине. Это нормально, да, и власть, разумная, честная, умная власть должна исходить из того, что не все люди по умолчанию будут следовать за ней. Это, как бы, на самом деле, закон гармонии политической, скажем так. Так, и также, естественно, там, буквально вся Раштата Тудэй и толстые люди в просторных футболках, и Мария Баронова даже, и там еще какие-то люди, все стали писать, да вот какая вообще Кашин, значит, оправдывает, а вот на Украине тоже антиваксеры. Что, на Украине тоже Путин? Про Украину мы не знаем, да, на Украине, ну, собственно, да, там полиомелит вернулся, поскольку перестали прививать, да, как постоянно беспокоится доктор Комаровский. Украины мы не касаемся, мы говорим о России, в которой, в отличие, там, не знаю, а то же в Великобритании был всего один локдаун, довольно символический. Мы говорим о России, в которой власть действительно провалила, да, вакцинационную кампанию. Я подозреваю до сих пор, да, что изначально была идея в том, что не хватает, не хватает вакцин, поэтому давайте не будем уговаривать, пускай привьются те, кто хочет. Ну, а так-то в целом, да, естественно, никакого насилия быть не должно, и каждый человек хозяин самому себе. Здесь мы остаемся при своем. Дальше, что я хотел сказать, вот тоже впечатлил меня, имена, да, которые когда-то казались, вот, ну, собственно, на слуху, да. Сейчас, опять же, вот, может быть, так глобально ошибусь, как телеграм-канал «Русское будущее» вчера ошибся с Игорем Яковенко, да, который оказался одноименным профессором тому чуваку из райкома партии. Но, тем не менее, я думаю, Михаила Гельфанда все-таки меньше двух, вернее, один Михаил Гельфанд, и тот, который Михаил Гельфанд был в Коринстанном совете, лохматый такой, демшизовый, значит, я не помню, кто математик, наверное, да, может быть, даже и физик, вот, он, соответственно, сейчас работает в школтехе, и смотрите, что он говорит дословно. На месте европейских стран, говорит он, сделал бы граждан России невъездными в Европу и США, потому что Россия становится ядерным реактором для форсированной эволюции вируса, как в свое время с туберкулезом. Самый опасный, не поддающийся лечению штамма туберкулеза из России. То есть, ну, вот, понятно, как раз, опять-таки, что называется путь предательства, да. Это очень сложная история, как вести себя так, чтобы, не принимая, да, отторгая в Синовскую швабру, не превратиться в такого неприличного прихлебателя западной гыбухи. Потому что, ну, я полагаю, да, и думаю, что есть возможность, как бы, остановиться за полшага, да, этого прихлебательства, но, тем не менее, вот тому же Гельфанду не удалось. Понятно, да, мы наблюдали, тем более, на скандале, ну, на маленьком скандалечке, тем не менее, с якобы украденной Астрозенекой, которую россияне назвали спутником. Понятно, что это неправда, но понятно также, что вряд ли спутник от Астрозенеки принципиально чем-то отличается и по степени защиты, да, и по своему качеству. И когда и спутник не признан на Западе, ровно и в России не признаны западные вакцины, потому что, да, политика, взаимоотношения, по-моему, тоже вполне такая бесспорная вещь. И когда вот в таком контексте появляются некие российские комментаторы, говорят, да, да, правильно, правильно, значит, запрещаете спутник, вообще не пускайте россиян, хочется его буквально, не знаю, привлечь по какой-нибудь политической статье, хотя, конечно, это постыдное желание, я его от себя гоню. В общем, Михаилу Гельфанду позор, не знаю, тому или не тому. Продолжается история с лифтами, я продолжу уже, как Ковалев, про соседний кабинет, я уже устал шутить шутку про госкорпорацию Рослифт, которой вот-вот должно уже все прийти, тем более Иван Голунов в своей знаменитой статье для телеграм-канала «Беспощадный пиарщик» писал об этом, да, что Мутко во главе компании «Дом.РФ» собирается, да, как-то наводить порядок в лифтах, и вот сегодня Бастрыкин, наш, опять же, главный герой этой недели, также заинтересовался, ну, я понимаю его, да, когда ежедневно в новостях, и сегодня опять упал какой-то лифт, естественно, начинаешь думать, эй, а что с лифтами? И мы с вами, конспирологи, здесь сидим и думаем, наверное, придумывает госкорпорацию. Бастрыкин сидит у себя, опять же, в аду и думает, да, наверное, это какие-то фашисты ломают лифты. Посмотрим, чем, соответственно, кончится. Так, дело Воронцова. Интересное, на самом деле, ну, то есть, вы видели, действительно крутая история. Воронцов, омбудсмен милиции, да, полиция, милиция, значит, его за вымогательство формально, хотя мы понимаем, что за разволочение МВД, его держат в тюрьме, и какие-то его сторонники, бывшие менты, решили сделать такой розыгрыш, вышли на ОСБ, которое, собственно, его и сажает, рассказали, что он их шантажировал, а потом на суде сказали, что вот мы, как бы, все это придумали, чтобы убедиться, что ОСБ, управление, собственно, на безопасности, соответственно, как бы, выполняет заказ политический. Но вот что, я запнулся, потому что, опять же, очень скользкая тема, и ссориться не хочу, но привлекла внимание, конечно, в газете «Московский комсомолец», в «Медиазоне», подробная статья об этом, но там его имени нет. В МК это имя есть, что, в общем, в этом деле Воронцова этим людям, которые, да, его спасали с помощью такого, ну, как бы, на грани, но в пределах закона пранка, в общем, этим людям пытался помешать работающий на стороне ОСБ наш друг адвокат Бадамшин. Это, конечно, очень интересная история, может быть, она еще как-то где-то прозвучит, прогремит, но, по крайней мере, обращаем внимание. Вот почему-то, почему-то адвокат Бадамшин вроде бы оказался среди людей, помогающих, да, сажать омбудсмена полиции Воронцова. Заранее извиняюсь, если я неправильно понял всю эту историю. Значит, что еще, что еще, что еще? Так, 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 да, Мурат, 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 Тельман Осмаилов получил убежище в Черногории, но это КМБУ дня, как говорится, такой же КМБУ дня, как педофильская история в Яралаше. То есть, понятно, что человек, который вот был годом Ниссановым нулевых годов, естественно, он знает про всех все, да, сколько они денег имели с Черкизона, поэтому, если его экстрадировать в Россию, то просто убивать на границе, чтобы он не проболтался. Поскольку времена гуманные, то его, как бы, собственно, как ко всеобщей радости оставили в Черногории, пускай будет политбеженцем и участвует в фестивале слова нового Мараза Гельмана, который, впрочем, сейчас, как мы знаем, находится в Москве. Ну и, ну и, ну и что? И пришло время, дорогие друзья, что я создаю кнопку с долларом в нашем телеграм-канале и сегодня, я думаю, каждый из вас, кто ее нажмет, сделает вообще большое серьезное дело, потому что ближайшую неделю, ну, я думаю, по крайней мере, до пятницы следующей, может быть, не будет стримов, начинаются школьные каникулы в Соединенном Королевстве, поэтому нажимайте кнопку с долларом в моем телеграм-канале Кашенгуру в одно слово с маленькой буквы и можно подписываться, если вы еще не. также зовите всех подписываться на этот YouTube-канал и прямо сейчас сами ставьте лайки, 100 лайков до сих пор нет. Кому я все это рассказываю, зачем? Вам трудно лайк поставить? Ну, а кому не трудно поставить лайк, нажимайте еще кнопку с долларом в нашем суперчате, так же удобно, хорошо и просто. А теперь я, а теперь я, да, и важно-важно, вечер пятницы, 9 вечера пятницы и нет сегодня сообщений про и новых иноагентов, может быть закончилась волна массовых репрессий, интересно, интересно. Итак, чат. Здравствуйте. Снеслав Бышок, приветствую Олега Владимировича и всех криптоколониальных. Идеальный был эфир на эхе, без криков почти, без перебиваний почти, без ругательств. Истина, приблизилась прекрасная Россия будущего. Да, вы знаете, чтение синаграмм мне доставило некоторое удовольствие, ну а сам эфир показался как раз пресным, может быть, на контрасте с тем, который был неделю назад про евреев. Гриша спрашивает, увы, привет, это в Калининграде была эпидемия наркомании на рубеже веков. Помню по Москве, что очень многих с поколения примерно 74-85-го годов рождения прямо выкосило. У меня умерла из тех, кого я знаю одна одноклассница, именно от передоза, и один одноклассник-сокурсник, не, не одноклассник, просто сокурсник, умер как бы, ну уже не старчавшись, но не от передоза, а просто, что называется, сердце уже было настолько измотано, что умер после этого. И еще один уже в наше время в рамках спайса, как бы, да, по-моему, покончил с собой публично, скажем так. То есть не такое, что вокруг меня, но окей, все равно, как бы люди, которые учатся в высшем заведении, они все-таки не совсем дно, наверное, в этом дело. А так эпидемия была, конечно же, был цыганский поселок, я думаю, как везде, и более того, как раз в 90-е годы Евросоюз, борьба со спидом, и стоял евросоюзовский ларек, как называлась организация Коритос, по-моему, если не путаю, да, где можно было грязный шприц обменять на новый. То есть понятно, что это как бы формально даже поощрение наркомании, но лучше колоться чистым шприцем, нежели грязным. Сам поселок, вернее, насколько я понимаю, дома наиболее одиозных цыганских драгдилеров с литовскими, что характерно, паспортами, это отдельная уже история, да, его буквально бульдозерами, насколько я помню, снесли при Буосе, и потом цыгане долго, нудно судили, по-моему, даже успешно судились с Российской Федерацией в Европейском суде по правам человека, потому что, ну как же так, эта этническая чистка была, ну, наверное, наверное. Ну, собственно, табор, да, я не был в нем никогда, один раз был уже как пресса, да, но, собственно, главное такое место силы конца 90-х, и когда в Калининграде возникли идущие вместе, а почему-то Калининград наряду с Грозным, там, и еще каким-то, был таким, наверное, пилотным регионом для идущих вместе, дисклеймер, никакого к ним отношения не имел, что я был членом идущих вместе, это миф абсолютный, они сидели просто у нас под редакцией, этажом ниже, и я однажды пришел под видом студента на заседание, чтобы получить майку, и меня там видел Якименко, и потом неоднократно ссылался, вот у нас даже кашем начинал. Так вот, одна из первых их акций была, что они на Доме Советов, вот на этом недостроенном гигантском Калининградском, вывесили баннер, не соврать размером с Дом Советов, там, с 20-го этажа по 1-й, и стрелки были, мэрия там, табор там, ну, и, собственно, да, но потом закончилось все ровно тогда, когда в область пришла власть не местная, да, которая была не привязана, видимо, там, не кормилась этих цыган. Легче же сказать про мировую жабу, чем про Россию, говорит ВП, о чем речь, и контекст, поясните, всегда важен контекст. Дитрих, шшш, может, ударяясь в конспирологию, но все же, может, медиакомпания против сообщак связана с подготовкой ее фильма про пытки на зоне. Все-таки именно Ксения своим фильмом вывела эту тему в широкий паблик. Ну, не знаю, последовательность-то какая все-таки, или, думаете, она его снимала давно, долго, и, соответственно, ей подстроили эту аварию. Не знаю, не думаю. Все-таки она своя, да, поэтому. Кстати, и про Тельмана говорят у этого самого. У Малахова была передача на днях, или там, вчера, сегодня, где Тельмана Исмаилова всячески восхваляет и оправдывает. Уважаемый Олег Владимирович, говорит, Валерий Иванов, и Валерия Иванова мы шлем горячий Привет, Лисенок Алиса, привет, здравствуйте, здравствуйте, дети Пустерон, за щекан дня, молодец дня, книга дня. Книга дня, молодец дня, и за щекан дня, все на месте, все в порядке, всем привет, красвоенлет Катин, здравствуйте. Валера, добрая традиция, у каждого так, Дмитрий Яковлев, 100 рублей, из Чазари Боржи, привет, Олег, 80-летие Невского, входящего в Сталинский пантеон, празднули, праздновали, а 300-летие империи никак не празднуют. Да, торопились сегодня, еще есть две недели, да, официальные даты. Почему Болдуин Ефремов, он как бы пьяный, сел за руль, это потенциально опасное деяние, вот пистолет с правильной мерой безопасности, безопасное, на 99-99-е. Вы слушайте, 99-х, слушайте, я не настолько, что называется, имею позицию по гражданскому оружию, чтобы активно этим и выступать, я объяснил, как бы, что имею в виду, и также объяснил, ну, вернее, перебирая метафоры, да, привел пример с Юматовым, который, наверное, более адекватный. Глеб Беляченко, Владимир Степанцов, прекрасный, вы на стриме читали как-то, да, читал и уже рассказывал, и сегодня нашему другу, что Шикутуша, лично, в личке рассказывал, как я в 10-м классе, а, собственно, Владимир и вышел в осеннем, в одном из осенних номеров Нового мира в 96-м году, то есть класс был уже 11-й, перевираю, в 11-м классе, я под видом поэмы Мандельштама прочитал на уроке, и там получил пятерку, поэму Степанцова-Владимир, заменив, естественно, строчку, там, барышни светские восклицали за виде меня Степанцов-Степанцов, я говорю, восклицали Мандельштам-Мандельштам, ну, рифма там была, естественно, про аптеку, фонарь и про пляски живых мертвецов, но никто не заметил. Дмитрий Горячев, Олег, напомните, за что мы не любим бардов? Бардов мы любим, нормально, на самом деле, с бардами лично меня примирил проект, абсолютно такой, шоу-бизнесовский, коммерческий, попсовый, в конце 90-х, поселись в Грушинский фестиваль, ну, это, что называется, их родовая травма, но первые два альбома были просто удачные, вот из этого корпуса, до того, что пелось на Грушинском фестивале, набралось два полноценных диска, которые с хорошими, условно говоря, анжировками гитарными, акустическими, звучат, как вот такой стандартный, там, не знаю, умеренный рок-н-ролл, скажем так. Советую эти два диска, хорошие песни, то есть, подобраны хорошо, ну, и, собственно, да. А так, нет, и я имел в виду, что Антон Долин, написав пост в защиту Бардов, объяснил, за что мы их не любим, именно вот за это презрение к так называемому быдлу, которое есть мы с вами. Постер, он говорит, обидно, вчера были советские мультфильмы, спорить не буду, но скажу, что вы правильно отметили, в американских мультфильмах много мейстримных, так как в советских, как правило, именно авторские. Так, да, и я не понимаю, почему мы спорим, по-моему, вчера мы до этого и договорились, собственно, всеобщая гармония и понимание, и к этой гармонии добавим, что за 70 лет советской власти шедевров, которые, собственно, не стыдно показать Нилу, и он воспримет это не как какая-то музейная херотень, а как интересное что-то, как он Маугли смотрел, допустим, шедевров вот таких авторских, артхаузовских наберется раз, два, три, четыре, пять по пальцам одной моей руки травмированной, а мейстримная такая индустрия, она вообще была, в общем, в таком зачаточном виде, это сейчас, да, сейчас вот именно индустриального мультфильма, да, просто больше вообще, наверное, чем за все 70 советских лет, смешарики, абсолютно одни только смешарики, перевешивают, я думаю, все, что было сделано в Советском Союзе, ну, а поскольку смешарики не одни, также можно, как говорится, сделать выводы. Роман, к сожалению, Голованов, говорит Конфикозе, наверное, меня цитирует, но не помню, какой контекст. Болдыгина никто не пинает, в отличие от Ефремова. Да, понятно, естественно, но у них, как бы, иначе устроены общественные отношения, да. Чего пинать, да, он, как бы, свой. Там, там быков власти, скажем так, коллективный. Привет, здравствуй, от Артема Артемова. Олег, а назови пять примеров успешных чела Артема Артемов, а у нас топы табуированы. Олег Норзен говорит, радикально не согласен с вашей колонкой, антиваксеров много, что не наделяет эту группу людей какой-нибудь характеристикой. Ну, я еще раз скажу, да, что антиваксеры идейные, да, их, это маргинальное меньшинство. Люди, которые пассивны, не согласны, да, их много, и это другое, другая часть общества. 40 рублей от Вячеслава Рябкова. Хороших выходных. Спасибо, Вячеслав, большое. Норзен, их много. Причина, что русский человек уже заебался от присутствия государства в своей жизни. Разумеется, но эта тема выходит из-за предела истории с коронавирусом, нет? При всех смехуечках никаких очередей на швовру в жопу по пятницам не соберут любыми законами. Русский, значит, антигосударственный. Здесь согласен вообще, вернее, хотелось бы так думать. Привет, увы, удачного сфинма, спасибо большое. В целом, дикая природа. Так, Вася Пупкин, давайте не будем засорять. Олег, назови пять примеров Артема Артемов успешных русских из маленьких городов нерайонных центров. По своей истории знаю, что из таких сложнее пробиться к успеху. Топы у нас не приветствуются, еще раз было сказано. Ну, а маленькие города тоже не знаю на самом деле. Вот я, у меня в ленте есть, причем, опять же, по такой уж называется смешной старой памяти. Она была журналисткой в Life News, и, по-моему, в газете «Жизнь» я ей помогал устроиться. Потом она вышла замуж, развелась и стала модной модельершей. И как раз вот у нее история модной модельерши, что вот девушка из глухой деревни, там, из маленького, вернее, городка с разбитыми, там, фонарями и вообще алкашами и так далее сумела пробиться и стать, как бы, каким-то деятелем этого самого фэшн-бизнеса. Я смотрю, да, из какого она, из какой глухой деревни. Может быть, из Читинской области или из Курганской. Откуда-то оттуда нет. Она из Солнечногорска. Ну, окей, хорошо. Офицеры, да, так себе. Говно, 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 говно. Сансару не удастся довести до конца, говорит, Вася Пупкин. Окей, жена Юмата вырмела после него, а значит, уже путаю, но столько лет прошло. Да, Густапсову привет, остальным соболезную. Совок это зло. Не поняла, где Болдуин, а где Юматов. Болдуин случайно убил человека и Юматов, ну, почти случайно, убил человека. На Ваганьковском похоронене Олег, расскажите, как поживает ваше гениальное ведро за 200 фунтов без негатива. Слушайте, нарадоваться не могу. Оно, во-первых, большое, то есть, чтобы набрать полный мусорный пакет, надо типа 4 дня жить. Это хорошо. Во-вторых, да, оно с крышкой, которая закрывается крепко и не пахнет, оно открывается при этом легко. Крутейшее ведро, всем советую. Вот, покупайте ведро от 200 фунтов и выше. Хованскому как будто мстят за все блогерское сообщество. Пока мстят Хованскому, потом будут мстить всем остальным, естественно. Что можете сказать интересного про Мейера Генаха Моисеевича Валаха в миру Литвинова Максима Матвеевича, наркома Миндел? Ну, это мы ничего сверх того, что все знают. Там, естественно, и главное, что нас всех с вами связывают с ним. Это Маша Сланим. А есть какие-то версии про смерть Федора Давыдовича Кулакова, который был вроде как застрелен. Не верю, что был застрелен. Не верю в такую конспирологию. Застрелен, застрелился. Он действительно был, ну, собственно, по всем рассказам бухал сильно. И где-то я читал, не помню, но типа, когда его нашли мертвым, без огнестрельного, естественно, да, всего. Потому что у Соловьева и Клепикова я читал, что его лично Андропов подстрелил, да. Когда его нашли мертвым дома у себя, у него две пустые бутылки от коньяка лежали под кроватью. Я думаю, да, действительно так и было. Пьющие люди, это пьющие люди. Нет, конспирология. Так-то о Кулакове я узнал, естественно, в детстве в Ставрополе, потому что там был проспект Кулакова, и если не памятник, то Стелла какая-то о его памяти. Потому что он буквально, собственно, чем он вошел в историю, да, Федор Кулаков? Тем, что он умер, и его место в полетбюро досталось Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Олег Болдвин Крут, помню, его даже в расизме обвиняли. Мой любимый эпизод с ним, где он учит лозера в жизни. Хорошо, Дертерпер. Олег, добрый день. Не расскажите, откуда изначально пошло, кто первоисточник, победили бы немцы, мы бы пили баварское. А сейчас тот же Алексей Ковалев пытался разобраться, и мы находили это, причем уже не с ним, а с моими товарищами архивными, находили это в газетах даже 91-го, второго года. Давайте я поищу прямо в переписках, это интересный момент. Всегда не как позитивная тема, а как издевательство над воображаемыми оппонентами. Так, а что у нас с Баварским? Так не получается. Так, 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 так. Угу, угу. У меня есть такой, наверное, недостаток нашей программы, когда мне что-то самому интересно, я могу вот так залипнуть. Да, вот допустим, «Родина мать» и «Баварское пиво», газета «Советская культура», 93-й год, когда какой-то публицист А.Н. Макаров, соответственно, критикует каких-то, каких-то людей на тему. Так, а это вот я не понял, что, чье интервью, а, Светлана Алексеевич, ее книга, сейчас скажу, какая, не книга, интервью, наверное, «Огонек» 93-го года, где она, а чем она, как бы мы любим, Светлана Алексеевич, ну, чем она плоха, ее герои, как бы ее документальных текстов, да, говорят, говорят ее голосом, может быть, она значительная часть их монологи придумает. И вот 93-й год, и некий ветеран ей говорит, миленькая моя, нет-нет, не вставайте, не уходите, я до конца расскажу, мы Родину защищали, Родина есть Родина, какая бы она ни была, они бы Баварское пили, то есть уже говорит, как устоявшийся штамп, а не скорее ли из нас бы мыло наделали, мы Родину защищали. Вот, интересно, 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 93-й год, но, я думаю, было и в 91-м, 2-м, откуда-то оттуда. Опять-таки, допустим, в журнале «Молодая гвардия» 91-й год был комикс такой, который я тогда даже и не понял, поскольку как-то еще это не очень укладывалось, когда какой-то, значит, приличный молодой человек, который пошел служить в армию и неприличные, которые панки, металлисты и демократы, и, соответственно, там они спорят, дискутируют, и мальчик, который в армию пошел, говорит, а у меня дед Берлин защищал, а панк ему отвечает, дед Берлин брал, а панк ему отвечает, а у меня дед Берлин защищал, от кого? От таких, как твой дед. Ну, что-то такое, на самом деле, я не думаю, что в реальности были люди, которые всерьез говорили, что пили бы Баварская. Сказал я и вспомнил, как где-то в классе, наверное, шестом, ну, собственно, в каком-то, опять же, нашем смолтоке школьном, кто-то сказал, да, что если бы, да, если бы регион остался немецким, ну, регион бы остался немецким, в смысле, не если бы Гитлер победил, да, то здесь бы не эти Жигули раздолбанные ездили, а новые Мерседесы. Это было. Ну, в смысле, да, наверное, что-то витало в воздухе. Олег Ильич, душевный вопрос, не был на Западе, предполагаю, что там в метро, автобусе сразу можно ощутить воздух, свободу, интеллектуальную атмосферу, осознать, что находишься вне России, да? Да, абсолютно так и есть, конечно же. Что за стрим Смирнова и Альбас, не стрим эфир на Эхе Москвы, когда, кто там был, был Доброхотов, Смирнов и еще какой-то, иноагент, и, собственно, Альбас. И когда он говорил, Евгения Марковна, давайте Зиганем. Когда, понимаете, да, как человек, как бы, собственно, выпивает, да, и в нем просыпается вот это, он в плохом человеке проснется, типа, русские говно, Рашка-говняшка. В хорошем просыпается, Евгения Марковна, давайте Зиганем. Олег говорит, Юсупер, а помните, был такой Семен Слепаков, куда делись его острые эфремовские песни? Ваши отношения к КВН с пересрочным времен по теперешней, я неоднократно, пренебрежительно отзывался Юсупер о КВН, и какие-то люди добро ко мне настроены, из вас, да, из чата, мне потом писали, Олег, ну вы зря, зря вы, мы не такие мрази, вот я сам КВНщик, поэтому я стараюсь осторожнее, но у меня-то отношения как раз в детстве КВН любил, до 94-го года, а потом, когда поменялись команды, пришли новые, собственно, ушли, вот, собственно, НГУ, да, как я назову, жазе только девушки, этот самый Dream Team, Донбасс-Урал, вот я их тоже любил с Ивохой Толстым, и так далее, и как-то я уже подумал, что КВН уже не тот, а потом, соответственно, пришел к тому же ощущению, что в знаменитом посте блогера Фунта, вот, поэтому, да, я те КВН, даже какие-то песни, их, вот если вижу на Ютубе, переслушиваю не как шутки, а как, собственно, песни, которые я помню, люблю с детства, допустим, там, Беловежская Пуща 90-го года, ну, собственно, мотив Беловежской Пущи, или Заиграйте мои гусли в октябре 90-го года, Лазарева, вот, собственно, сибирская команда, как они здорово пели, да, вот, а что касается Семена Слепакова, да, действительно, сошел на нет, хотя наверняка, вот, куда делся, никуда не делся, каждую неделю на ТНТ свежая его острая песня, так бывает, да, когда просто уже всем на него посрать, также помню историю, когда, если помните, умер Задорнов, Юрий Сопрыкин написал, значит, колонку, что Задорнов всю жизнь шутил одну шутку про тупых американцев, Семен Слепаков, Семен Слепаков написал, что Юрий Сопрыкин глумится над памятью, значит, Михаила Задорнова, я написал, что Семен Слепаков мудак, и Семен Слепаков написал потом колонку, что я мудак, такая была история, и с тех пор я о нем ничего не слышал. Помните, в начале вакцинации был репортаж корреспондентки Медузы, Светланы Рейтер, да, который поставил спутник, она пишет, как ей плохо, но выясняется, что это плацебо, и как таких непризнавательных агентами. Ну, как говорится, «Российская империя, помним, возродим». Да, «Какие хрупкие зубцы, однако, у Кремлевской стены». Да, меня тоже первый раз поразило, когда в 98-м году был московский ураган, и тоже какие-то зубцы из Кремлевской стены выбило. И также любимая история, юношеское, эротическое впечатление, когда в газете «Аргументы и факты» я рассказывал не раз, но еще раз говорю, любимое впечатление в «Аргументах и фактах» был опрос звезд, как вы пережили ураган, там типа, не знаю, Евгений Петросян, я был в шоке, там, Алла Пугачева, я была в шоке, не Катя Лель, Али Самон, которая пела песню «Алмаз этих бесценных глаз», а когда начался ураган, значит, мой мужчина посадил меня на подоконник и стал, соответственно, заниматься со мной сексом, а вокруг рушилась Москва и гремел гром, как-то меня это впечатлило очень тогда. Иван Орешников, «Одно евро, спасибо огромное, Иван». «Поздравляем черную сотню с восьмилетием». Да, «Поздравляем черную сотню с восьмилетием». Да здравствует черная сотня. Да здравствует, здравствует. Васю Пупкина, наверное, стоит забанить за бессмысленный флудинг. Да, пост-эрон, кстати, какое-то время назад модная была тема, что в окружении Навального враги, сейчас удобно свалить на Васильеву. Вот как раз мне это не нравится, нет там врагов, там все примерно одна как бы среда, которая гомогенная, да. «Олег, не забудьте историю про обмотсмена полиции, я рассказал ее супер, что-то такое, да, что-то такое знакомое». Ден, ух, бух, бух. Олег Вальнич, надпись, начинающаяся на Е и кончающаяся на Бала, в логике дедов должна собой максимально выбирать лимит сообщений в соцсетях и занимать все обозримое место на морде сайта. Видимо, 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 да. Поэтому сделано максимально большой. Да, здравствуйте, ОВФ, Севолодка. Что за история, которую вчера не рассказали в стриме и хотели запостить в густапсовый чат? Заинтриговал, он так и не нашел. Забейте, уже проехали. Извините, все вот, да. Кстати, по поводу всеобщей любви к Шелли Мерли, моему окружению от фильма ненавидит или вообще о нем не знают. Однако мне лично очень заходят. А я не говорю про всеобщую любовь, просто великий фильм. В колонке вы кого оправдываете? Как Баронова сказал или как Дмитрий Яковлев? Как Дмитрий Яковлев? Биолог, биотаг. Если говорить о вакцинах, давайте подумаем оппозиционный возраст поднимать для того, чтобы люди дольше работали, чтобы меньше на пенсии сидели, чтобы люди умирали. И супер. Я пишу об этом сегодня в колонке как раз. Понимаете, да? Если бы перед нами было государство, по поводу которого нет сомнений, да, что оно хочет, чтобы люди жили долго, были здоровы и счастливы, да, конечно. Тут разговор другой. Здесь, когда государство, собственно, абсолютно не раз доказывало, что люди для него расходный материал, верить ему, что оно хочет, чтобы люди не умирали, но нет оснований. Я об этом пишу. Биоинформатик Гельфанд. Хорошо. Спасибо, Георгий Прилыцкий. Дмитрий Горбанов. Приветствую во всех крипто-псовых. Хорошо. Что не так с песней «Мы вместе»? Нормальная кричалка. Нет, кричалка отличная. Но вот песня, я думал, да, как все идет по плану. Там в детстве слушаешь, там под окном поют хулиганы какие-то. Говно говном. Послушаешь потом, соответственно, МП-3. Великая песня, да? Вот. Здесь тоже был уверен, да, что, ну, мы знаем группу Алиса. У него хорошие песни. Кинчев, там, хороший артист, да, там, как правильно назвать, музыкант. Включаешь песню, она никакая. Ну, на самом деле, вот так же у меня было с «Бригадой С». В детстве думаешь говно, потом, там, взрослеешь, и, там, с 15 твоих лет Гарик Сукачев это нечто вполне такое приятное, и ты думаешь, наверное, вот, сейчас он хорошо поет, хорошие песни, а уж легендарная группа «Бригада С», которая выступала, да, там, на каких-то гигантских вотстоках, она, наверное, великая. Ищешь группу «Бригада С», слушаешь и думаешь, ну, окей, ладно. Ядрёновож без минуток. Вася Пупкин, вот всё, вы меня притомили, я вас немножко, 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 это, так сказать, да. Главретти журнала написал, что теперь они вне политики возвращаются к истокам, интернету и технологиям. Истоки у них были как раз ровно другие, да, делать, как бы, подборки интересных твитов, чтобы наряду с какими-то реальными звёздами, типа, там, не знаю, Каноненко, меня, там, какого-нибудь, условно говоря, Рустема Адагамова или Сергея Доли, заодно в перемешку были бы там Ильяс Меркурий, Антон Коробков. Вот, смотрите, смотрите, как бы, да, подписывайтесь. На самом деле, это была такая, по тем временам, наверное, прогрессивная, сейчас довольно наивная эта самая пропагандистская херотень. «Лифты падают в России, людей много из окон падает в последнее время». Да, собственно, также я помечу. Вот я говорил про Бадамшина в деле Воронцова, мне это в комментах написали «Олег, а как вы относитесь к Бадамшину после сегодняшнего?» Я, чтобы не упасть в грязь лицом, значит, лезу в новости, нету новостей про Бадамшина сегодня, лезу в его телеграм-канал, тоже ничего нет, зато вижу его там трехдневной давности пост о том, что когда из следственного комитета выпал мужик из окна, да, тот самый, там был на допросе Собчак, и Бадамшин шутит, значит, привлекут ли Собчак за бездействие. Я, ну, пост понравился, я репостнул, и тут же меня спрашивают, а что, Олег, все-таки тебе заказали Собчак мочить? Нет, не заказали мне Собчак мочить. И так же с Дерипаской, вот я хвалил Дерипаску позавчера, да, и какие-то комментаторы тоже пишут, о, ну, понятно, всех блогеров скупили, даже до каши надобрались. Сегодня я, чтобы было понятно, что не скупили, репостнул Шуманова, который Дерипаску разоблачает, да, причем смешно разоблачает, что, НКУшников непонятно, где заканчивается она, и начинаются стажеры ФБР. В общем, репостнул Шуманова, и тоже меня спрашивают, что же ты, Олег, типа Дерипаску мочишь? Ты что, новых санкций хочешь? Ничего я не хочу, я хочу, чтобы моя аудитория была интересна, и чтобы, ну, чтобы я был, как бы, самым главным источником любой информации для всех по любому поводу. Так еще и самолеты каждую неделю падают, а заводы с порохом взрываются, где корпорации Россамолета, Роспорох. Россамолет понятно, что это такое, да? Есть уже много лет, есть Росвзрывпром, я не знаю, сохранилось ли это до сих пор, но одно время у него была монополия на импорт фейерверков даже. То есть, но Росвзрывпром, это буквально то, что там взрывчатка для прокладки тоннелей, допустим, да? Вот, и да, и фейерверки тоже они были, по крайней мере, когда я этим интересовался. Дэн, ух-бух-бух, Олег Владимирович, все-таки в России зарегистрировано пять российских вакцин, привиться можно только одной. Где больше политики? Здесь ли в запрете иностранных? Я думаю, в запрете иностранных все-таки. Пять вакцин. По-моему, не все вакцины всем нравятся, спутник наиболее бесспорный. Олег, признайтесь, хочется иногда внедрить пенновый, примерить камуфляж. Вы знаете, вот, Дмитрий Горбунов, я, естественно, регулярно забываю о том, что я рассказывал, но Владимир Сианихин, опять же, мир ему, меня недавно поймал, что я, наверное, уже не один раз и не два раза рассказывал, как стропонили комрада Мулентича. И, значит, Владимир Сианихин написал последний раз, что Олегу большими буквами капсам очень нравится рассказывать, как стропонили Мулентича. Наверное, наверное, да, нравится и, наверное, от меня не красит. Да, опять же, с годами люди, как, собственно, как Путин, начинают любить говорить сальностям. Так, 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 так. Чат улетел, чат улетел. Эм, откуда партию везут? В рахе нет мощности, слышал из Китая-Индии. Где Гельфанд это сказал? Где найти эту новость? Я нашел ее в Густапсовом чате. Что за КМБУ? КМБУ, как мы, блядь, удивлены. Пост-атак, корпорация Русокна, да, Михаил Гельфанд, СКС, биоинформатик, да, времена, оказывается, гуманные. Степанцова не хотите позвать? Ну, не раз уже это звучало, я каждый раз говорю, по-моему, он крышей поехал, что с ним говорить. У меня есть план на гостевой стрим, на ближайший, ну, собственно, после каникул. Буду держать вас в курсе. Наверное, сегодня стояла очередь новая газета. А, логично, да, Степанцова могу списаться. Да, все могут, на самом деле, да. Ой, еще пеленягры у нас есть. Олег, здравствуйте, Мордан сдох окончательно, Мордан жив, не обижайте Мордана. Олег, что вам известно о фашистских демонстрациях в Москве 82-83 года? Есть фильм Сергея Урсуляка «Русский рэгтайм», примерно об этом. 179 рублей от Юсупера. Табор уходит в небо, табор да. Национал Куколда Матерпилам просьба пройти на ресепшн. Да, я ФМ Куколд, Олег Кашинсон. Где ты создал игру в кальмара? Да, но не расскажу. Здравствуйте, Олег, инфо-цыгане, это кто? Профессор Соловей и он, конечно. Что думаете о слявшемся ребенке в Нижневартовске? Пропустил. Лучше бы инфо-цыгане с арматурой по подъездам стояли? Нет. Россия считает себя Европой. Это Тарстан Европа. У меня было для него определение Дмитрия Смирнов внутренняя Албания. То есть Албания же Европа какая-никакая. Да, вот это Тарстан потенциально Албания, да. В хорошем смысле. Олег, подключение Просвирнина к агрессивной риторике против антоваксеров и за спутник. Естественное явление, но здесь должна быть шутка про название классического сайта Просвирнина. А не похож больше на Собчак какой-нибудь Болдуин? Да, все мы похожи на Собчак, наверное. Тарстан настолько Европа, насколько он Россия. Да, именно разумеется. Добрый вечер, Олег. Как вы видите, монархию в России один из европейских домов. Откуда взялась монархия в Норвегии? Просто вот да, почитайте, опять же, как кац в Википедию. И вот оттуда и в России возьмется нормально. Ла Натаро по поводу Бардов-Угольников подхватил и развил. В итоге Барды оказались хуже Террасин. Нельзя так шашкой махать. А почему Угольников? Я не знаю. Вобана не помню. Наверняка было, но я не все смотрел. А Барды, это, естественно, ну уже там для нашего поколения песня Кортнева, да, из-за дня кого-то там радиовыборов и все такое. И тогда же, помните, был сериал Деньги и там, типа тоже приходит, говорит, здрасте, типа, я Бард. Вот, и все смеялись, потому что Бард, это смешно. У Доли на две трети комментаторов как раз хейтят Бардов за песни нашего века. Вот это показатель, конечно. Лыжи из печки торчат. Да нормально. Как вам последний роман Сорокина? Не стал в итоге. То есть начал, понял, что не трогает. Привет, ваше отношение к Бердяеву. Гений. Жалко, что ему не дали на близкую премию. Здравствуйте, Виталий Баранов. В первый раз на стриме довольно интересно. Виталий, здравствуйте, welcome, добро пожаловать, заявите всех остальных. Потупщик из Белева, 18 человек, можно ли считать успешно? Назвест Белева, мне казалось, прямо из Владимира, но я не вдавался, естественно. Опять же, общие знакомые как раз говорили, что откуда-то со дна, поэтому, конечно, можно считать успешной. Олег, смотрел, новая редакция Пивоварова? Нет, не смотрел. Молодых левых выставляют этакими имбецилами? Так они и есть имбецилы, в Лондоне, полюбил индийскую еду, как полагается, то есть, меньше всего думал, что до этого дойдет. Додолина не знал, что Бардов можно хейтить идеологически, не знаю, можно, по-моему, еще в Духле Севминаево было тоже что-то антибардовское. А напомнили, я в начале нулевых ходил в Бардовский кружок, да, базовая картинка на стриме, да, конечно, собственно, про Солнечногорск, провинция Глубинка Едина, но мне реально казалось всегда, что даже ближнее Подмосковье всегда, когда я в Москву переехал, а это 2003 год, вот да, если ты живешь даже в Одинцово, да, то о чем это говорит? О том, что там тебе настолько лень жопу поднять и переехать в Москву, что ты, наверное, наибольший отброс, гораздо больший отброс, думал я, не знаю, насколько это верное представление, чем мы калининградцы, нам хотя бы трудно, да, вот мне надо было собраться, там, закончить институт, поехать в Москву, да, а тебе-то что, что ты сидишь у себя там в этой дыре Одинцовской, да, перейди МКАД и живи в Москве, думал я. Олег Товидровец, из которого Нил выглядывал, да, конечно, Лесена Калиса, Олег Соколов, я вот Бардов, люблю это иногда бесскусно, иногда милая такая русско-еврейская песня с налетом технического образования, голос важнее социальной прослойки Союза. Я писал об этом в какой-то из колонок недавно, что да, прослойка важнейшая, но, а, какой-то, разгул сахар, община, знаковая программная колонка, важнейшая в плохом смысле, конечно, потому что уродство совка в том числе состояло в том, что на том месте, где у любого народа есть гуманитарная интеллигенция, у нас гуманитарной интеллигенции не было, по большому счету, были идеологизированные мрази и узкий-узкий-узкий круг узких специалистов, типа там переводчики с санскрита, условно говоря, которых можно провести по технической категории. И в итоге, да, в итоге интеллигентским мейнстримом у нас, гуманитарно-интеллигентским мейнстримом у нас были технари, которые не для этого, конечно, созданы. И получается такая, как бы, мутантная история, местами интересно, да, Стругацкий, Бардовская песня, там, и так далее, и так далее. Но еще раз скажу, да, ну вот, поделюсь, я действительно, как написал Алексей Лаптев, реально, такого не было никогда, чтобы там, гуляя в наушниках, слушать, он приходит домой, и без наушников слушаешь с телефона, когда никого нет дома, а Гутин, я просто взял его в ЭБС, да, там, 50 песен, они все хорошие, даже те, которые я не знаю, прямо гениальный совершенно музыкант, собственно, я в юности понимал, что он, как бы, не говно, но при этом никогда, ну, что-то такое, да, вот, какая-то прогрессивная, правильная попса из песни года, а с годами понимаешь, что это вот буквально нечто бессмертное, то, что, ну, там, условно говоря, приходишь в Россию, в бар, да, в идеальной России, в паб какой-нибудь, да, в Косарамской губернии, там музыкальный автомат в пабе стоит, бросаешь монетку и включаешь Агутина, как здесь включают музыку, там, не знаю, 60-х годов или 70-х. По вакцинации, Джекель Сприн, уверены ли мы, что у власти хватило бы ресурсов в политической воле всех насильно примить, когда она в последний раз успешно справлялась с реально массовым саботажем инициатив своих? Вопрос, конечно, что называется, непроверяемая история. Запрос на социальную справедливость нечто исконно русское, что за запрос, Александр Шпакас, ничего про это не знаю. Степан Райзин, Милиан Пугачёв, дегабристы, проплачены мировой жабо-террористы? Да. Данил Новиков, Олег, какие-то интересные ответы вы видели в комментариях к посту Долина? Я правильно понял, что ваша версия причины любви к бардам, то, что их ассоциируется с неким сценаризмом? Нет, абсолютно нет. То есть, как раз я имею в виду нелюбви, скорее, вот к таким, как Антон Долин, то есть, так как это называют, номенклатурной интеллигенцией, что ли. Неважно, барды это, не барды, литературные критики, гинематографисты, за что мы их не любим? Да, а вот за это, за то, что они, пытаясь даже разобраться в каких-то причинах, говорят. Кстати, интересно говоря, вот то быдло, вот та мразь, которая группу Любе слушает, вот, а что он меня не любит, а? Ему не нравится, что я такой хороший? Не знаю. Сейчас эти люди дедами передают в МИД, стоит поучиться у бардов, а не у рокеров, старчивающихся в 27. Такой себе Russian Way, кафедра в семи сёстрах и ремете. Да, конечно, самый загадочный для меня человек, правда, я их путаю, Ивашенко или Васильев, а может быть оба, которые помимо того, что до этой Васи, да, заодно еще и райисполком в 90-м году приговорили Попове, потом, значит, Норд-Ост, потом создание Билайна внезапно, потом эти самые, в 92-м, потом создание Норд-Оста, да, потом создание Фиксиков. Как так? Вот действительно, настолько многогранные люди. Сталин случайно убил много русских, да. Очень извиняюсь, книги на фоне, раз вне Хромакей, не Хромакей, Хромакей, Синий Кот, конечно. Слава КПСС и Хан Замай, как феномен антихайпа, чисто киргизское явление, вы знали? Естественно, я сам чисто киргизское явление и горжусь этим. Киргизстан, наверное, самый братский народ из всех, которые у нас есть. Не украинцы же, в конце концов, и не грузины. Кей Химки, 179 рублей, спасибо большое, чисто киргизское явление все мерит на килограммы белого. Еще раз всех отсылаю к легендарному и, наверное, одному из лучших советских фильмов вообще и лучшему среднеазиатскому фильму с Толгатом Нигматулиным фильмом «Волчья яма», где цензура, насколько я понимаю, заменила наркотики на мех, но при этом фильм остался как бы хорошим, прям крутейший фильм. Всем советую такой, собственно, ну вот опять же, то, что могло быть нуаром, если было бы снято в Америке в 50-е годы. Крутой, крутой, крутой фильм. Ну и заодно так же, что называется, чтобы эта мысль звучала еще раз, и если я захочу ее найти, мне было ее проще найти. В советском именно детективном жанре поражает, да, вот реально в любом фильме, вплоть до противостояния моего любимого, иерархия преступлений. Ну, понятно, там шпион по отдельной категории вообще идет, да, но вот обычное уголовное преступление. Ты можешь кого-то убить, да, там, изнасиловать, расчленить, съесть, ну, дело житейское, да, там, пять лет условно. Вот. Но если ты, мразь, украдешь приисковое золото или пушнину, или еще какой-нибудь вот такой валютный товар, на который, значит, монополия у государства, вот это хуже шпионажа. Тебя расстреляют и будут искать, пока ты в бегах, буквально всем Советским Союзом. Убивать расстреляют, пожалуйста, пожалуйста. Но если ты украдешь пушнину или приисковое золото, тебе пиздец. Вот. Дед Олег Смитер, как всегда, бесподобный. Монголы, 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 монголов обожаю. Да здравствуют монголы. Если у вас в городе есть магазин ГОБИ, Москва, Новосибирск, ОНОД, бегите, покупайте. Реально и тепло, и нарядно, и приятно на ощупь. Оргазматрон буквально. Остался бы из Калининграда немецким, пили бы баварское, осталось, пьем балтику. Да, у меня рекорд по сторонам шесть девяток в 21 год. Мне было плохо. Мне было плохо. Шесть бутылок девятки. Я не знал, на самом деле, еще, что это не совсем пиво. Олег, если Гитлер равен Сталину, Калининград, возможно, справедливо было бы вернуть. В чем изъян этой логики? Я не вижу здесь вообще никакой логики. Почему? 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 В Петере певзавод есть древний типа баварский. Да, как относитесь к Маленкову, ничем не лучше остальных советских деятелей. В шестидесятые был период, когда бардовские песни начали петь на эстраде певцы-певицы второго-третьего ряда. Было достаточно органично, ютубе многое сохранилось. Да, шестидесятые вообще интересны в этом смысле, но реально Оттепель тоже не раз говорил, она не при Хрущеве, не в пятидесятые, а именно после свержения Хрущева и до Праги. И как раз телевидение тогдашнее абсолютно запредельное, то есть сравнимое с Перестроечным. Ну и да, барды-барды, а есть же Барта Куджава, да, песня которого, там, не знаю, еще при Брежневе стала военным маршем, да, из Белорусского вокзала. Есть, ну не знаю, Михаил Ножкин, который не совсем Барт, но по формату же Барт тоже нормально как бы. Калининград уже вернули, как и Крейм, Крейм вернули. Да, Сим Скасовским будет никогда. Остмарк Иван Таранов нормальное пиво в Кёне говорили на рубежевиков, пока их москвичи не купили. По-моему, Иван Таранов это уже покупка москвичами, нет? Ну, собственно, это пиво главное, да, Осмарк, потом Пит его называли, потом Кенигсберг. Это и есть советская Жигулевская, да, на Калининградском, на Кенигсбергском немецком оборудовании, но при этом ничего больше. Еще понравился смысл Слава КПСШ, внешние барды это красание, деятели русского рэпа. И мой любимый Анархопутин, то есть я слушаю Агутина, 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 Вот Путин, Агутин, буквально думаю такую мысль, потом думаю Анархопутин, прерываю Агутина, слушаю песню Анархопутин и дальше Агутин. Агутин гениальный, послушайте Агутина, прямо вот вообще послушайте, послушайте. И, ну, понятно, я его слушал в детстве по радио и в юности, потом радио перестал слушать, когда в юности, в 35 лет, когда его отжал Киселев, поэтому последних песен Не дай мне погибнуть, не дай мне погибнуть, там текст, строчка, так медленная душевная песня, типа бардовской, не дай мне погибнуть, типа неизведав счастья, а почему-то каждый раз на автомате я подпеваю мое нелепое счастье и каждый раз удивляюсь, это же, наверное, тоже из какой-то песни нелепое счастье по смыслу и галлюцинации, не помню. Да и Балтик до покупки многостальных москвичей было ничего, но все портится. Почему монархистов власти выставляют маргиналами? Боятся, естественно, боятся и сознательно затыкают нишу монархизма вот этим трэшем, романовско-малафеевским. Алмаз пела Нелель, Алмаз пела Алисамон, я говорю, да, Алисамон, которая появилась в 80-е, как такая, а это же стандартная история, даже из Пугачевой, так, Пугачева времен песни Айсберг, такая умудренная советская бабища, да, лохматая там все, с таким макияжем, вот продавщица, там, не знаю, какого бокалейного отдела. Проходит два года, Пугачева в мини-юбке и косухе поет с Кузьминым, как бы, да, помолодевшая на 20 лет. Также Алисамон, тетка из Новосибирска, да, там, песня «Подорожник трава», проходит 15 лет, да, и, соответственно, она в виде уже женщины, которая занимается сексом на подоконнике, поет душевную песню «Алмаз». Как это возможно помнить Алисамон? Кашин сверхразум. Ну, слушайте, юношеское эротическое впечатление. Эти зубцы при салюте в День Победы трясли всегда было страшно, да, кто Эдер Муждабаев? Провокатор? Дегенерат. Ну, и крымский татарин, якобы. Хотя, на самом деле, я не думаю, что крымский татарин, я думаю, он всего лишь какой-то, не знаю, таджик. Стоял часов пять в пробке в автобусе, и там, как показывали, Ширли Мэрли, было таким путешествием в 90-е как раз. А я, когда ехал из Киева на маршрутке в Симферополь в момент российской аннексии, там в автобусе, в маршрутке, а я один, как бы, россиянин, остальные, ну, там, русские, украинцы, но, украинские граждане, да, и, значит, в автобусе был DVD, который крутили на автоповторе всю ночь. Мы из будущего два про бандеровцев. То есть, я не знаю, какой это был посыл, не в смысле пропаганда, просто, ну, хорошее кино, интересно, увлекательное. Когда Путин захочет стать монархом, монархистов назначат хороших пареных парней. Именно-именно у Жванецкого был такой, по-моему, неснятый сценарий для фитиля под названием «Учум», да, про исчезающую нацию, да, северную. И, соответственно, вот люди записывают, там, люди, там, ну, там, компания по защите учумов, секретарь обкома делается учумом, национальность учум пишется, там, горкома, там, не знаю, директор завода. А этот настоящий учум, который, там, в одежде традиционной, и такую музыку играет, да, он какой-то мутный, давайте его запишем русским, да, буквально. У Алисы лучше было медленно и спокойно, типа, кибитки, а мы вместе экспериментатор. Ну, так, не, ну, хотя бы мое поколение, да, песня более бодрая, более веселая. Дед, привет, ТГ Выползова пропал, Эльхин, здрасте, скинула Калиныч Лобби. Да, то есть, наверное, да, может быть, кончились деньги буквально. А Слепаков про Шпили хорошую песню сочнил, так, Шпили были три года назад. Погуглите историю Касимовского вокзала. Была церковь, сделали вокзал, нулевые обшли сайдингом, одно помещение отдали РПЦ, теперь там в перемешку стоит очередь за билетами и молятся люди. Хорошо. Олег, ты вроде хорошо относишься к Прибалтике. Почему, чем она отличается от Украины? Там тоже русские дискриминируют. Я не раз подчеркал, что любовь иррациональная, да, конечно, поскольку детство рядом, и, соответственно, там, папа в Литве работал и так далее, и так далее. Плюс, конечно, немножко элемент зависти. Вот национальное государство, европейское цивилизованное на том же материале буквально, что и наша, там, не знаю, Псковская и даже Калининградская область. Но также стоит понимать, что все-таки, опять же, цинично звучит, но да, эти люди, которые помнят, собственно, там, трехсотлетнее, там, или пятисотлетнее воспитание немцами, а немцы, объективно, более культурный народ, чем мы, да, исторически, то есть в каком-то глобальном усилии. И по факту, да, там, если ранжировать по культурному развитию в Советской уже республике, то, естественно, первыми тремя будут Литва, Латвия, Эстония. Литва, наверное, третья, Эстония первая. Вот, ну да, как бы, и это, наверное, тоже надо иметь в виду. Хочется с ним с красивой девушкой, да, но у нас были, там, и Анна Делоса, и Виктория Дайнека, и Занин, и Занаида Пронченко. Хоменко Дипстейт, нет, кстати говоря, вот не думаю, интересный человек, но, что называется, более-менее понятный даже. Так, 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 чат улетел, чат улетел. Марата нет, и некому одернуть людей, что уже пора пить кофе. Так, будем более быстро. Да, половина или фанстримы с девушками. Олег, позовите оттуда девушку. Ну, ноу-нэм девушку неинтересно, я хочу, чтобы с ней было о чем поговорить, содержательно. Нужна госкорпорация Роскринж, и я буду ее генеральным директором. Пороховые заводы, это либо Минпром, либо Ростех, третьего не дано. Ну вот, ну вот, ну вот. А вот я говорю, да, объединенная и восстановительная уже есть давно. Россамолет. Олег, привет из нефтяного Сургута. Слава Симахин, здравствуйте, Слава, спасибо. Ланатарба, 17, страшная смерть, умерли, погибла. Где ваша корпорация? Под логальные шарашки. Хорошо, сказал не очень, а обожает. Владимир, Владимир, да, здравствуйте, салют. Обожаю, когда стропунет Мулендича. Добрый вечер, успел на стрим. Русские вперед, русские вперед. А поставьте еще лайков, как бы, всего на свете. Хороший вопрос Николая Халки, чего же ты хочешь? Хороший роман. Вы знаете, он, вот опять же, я новую-то, а, вот, у меня есть, чего же ты хочешь, купил у Букиниста-Пупкова в Краснодаре оригинальную, вырванную из журналов. С годами понимаешь, что да, он стал хорошим, как драгоценным вином. Я понимаю, как бомбило современников. Естественно, для современников это была плохая проза. С годами, причем не в смысле, там, политика, история подтвердила правоту Кочетова. А, наверное, оптика наша изменилась именно восприятия литературы. И, конечно, роман Кочетова, чего же ты хочешь, именно как проза, в итоге сейчас читается ого-го как. Лаонтар бы не обана, что за бред. Так, какая монархия, по-вашему, лучше для России? Олег, пожалуйста, найдите возможность снова договориться с Морданом из Чеснокова. Может, с Соловьевым? Соловьев вообще хуй сосет. Мордан отказывается, с Эдвардом хотим, но, что называется, пока не все в нашей власти. Родилась во Владимир Ярослав Белеве, потупчиковеды в чате. Здравствуйте, потупчиковеды. Олег, доброе утро. Олег, Олежка Олеженко, родной вы наш, спасите родную страну. Помните, да, в фильме Рязаново предсказание, Олег Владимирович, страна в кризисе. Да, в кризисе. Значит, все ждут вашего слова. Да, у меня есть идея, чтобы вы вышли на Красную площадь и себя сожгли, Олег Владимирович. Да, почему не вы? Я не так знаменит. Что за история была про обыск у Собчак в 2012 году, миллион евро наличными, не напомните? Напомню, болотное дело, по нему покасательное проходил Яшин, и поскольку они тогда жили вместе, был обыск, собственно, как бы у Яшина по месту проживания у Собчака. У нее были, да, там, какие-то деньги наличными, уж не знаю, миллион, не миллион. Их отняли, потом долго не возвращали, потом вернули. Я живу в Одинцово, Крилл Синельников, я с годами понял, что стало мягче, как стал мягче к этому относиться. Что за убанай, когда она была? Это, собственно, шоу, которое создал, ну, не знаю, он ли один, там еще был Евгений Воскресенский, еще какие-то люди, чуть ли не Фоменко, Игорь Угольников. Оттуда он возник как сущность. И поэтому, когда про него сказали, да, я подумал, что об этом идет речь. Как относитесь к античной философии и к Платону в частности? Обожаю. Олег, а про ваши отношения с алкоголем, краткий положняк, что не страшно, давно известная, снизу 812. Ну, подростки 90-х, наверное, все бухали, я только, там, не знаю, на выпускных, на каких-то, в девятом классе первый раз водку попробовал на последнем звонке, потом, значит, следующая водка была на последнем звонке школьным в 17 лет, потом, как бы, с сокурсниками, ну, что называется, довольно регулярно, но редко, с каждой стипендии, условно говоря, тоже выпивали, но не более того. Реально Крузенштерн и реальная работа в газете. В газете начинаешь бухать, как мразь, то есть, причем бухать все, там, тогда были, мой, как бы, выбор, мой фаворит, на стойке, на водке Флагман, Камчатка, находка Порт-Артур, какие-то травяные, вкусные, 40-градусные, вот я их прям любил. А такое, чтобы, значит, чтобы не нажираться, да, просто с товарищами, это вот джентольники из банок тогда появились. С этим настроением я переехал в Москву, в Москве оказалось, для меня это было открытием, да, а пиво никогда не любил, что характерно, иногда были периоды, когда пьешь пиво, там, с товарищами за компанию, но вот такого, чтобы насладиться, даже, там, в последние приезды в Германию, хотя, казалось бы, да, пил вино. Так вот, там, да, переехал в Москву, обнаружил, что интеллигенция, оказывается, пьет виски, и впервые попробовал виски, меня научила его пить Лидия Маслова, вот, кинокритик тогдашний. Значит, и довольно долго я пил только виски, то есть, где бы ни оказывался, везде просил двойной Джек Дэниелс. Значит, почему-то в конечном итоге, да, на свадьбе Бушмиллс у меня был ирландский, потому что приехал в метро в Москве, значит, разрешили в ресторане свое бухло принести. Приехал в метро и говорю, дайте мне, опять же, там, не знаю, ящик Джек Дэниелс, а они говорят, а у нас акция Бушмиллс, хорошая-хорошая оказалась, вот. Значит, и так у меня продолжалось до 18-го года, то есть, когда, ну, стандартные, там, без форс-мажоров, отношения с алкоголем какие, ну, раз в месяц возникает повод, там, гости пришли или еще что-то, вот, нажираешься, выпиваешь бутылку виски. Значит, а потом как-то вдруг оказалось, что что-то уже хватит. И три года назад я железно перешел на просто красное вино, но стал его пить гораздо-гораздо чаще. И время от времени начинаешь понимать, вот на этой неделе, там, пил вино трижды. Стандартный, наверное, парфеновский стандарт, да, бутылка за один раз на одного. Вот, и понимаешь, нет, все, не пью, не пью, и там после этого, там, неделя три вообще никакого алкоголя. Ну, вот, я не знаю. Наверное, даже это можно подтянуть как алкоголизм, но, наверное, нет. У меня с юности, опять же, правило, два дня подряд не бухать никогда. Вот, ну, и чтобы похмелье было только в какие-то прямо адские водочные молодежные годы. Олег, как терпели журнал «Крокодил»? Нет ни одной сферы, которой они не высмеяли бы, кроме военных. На строительстве, на сельскохозяйстве, на торговле все работало не так, взятки, на юбке была ттд. Но все-таки ее супер не соглашусь. Во-первых, уровень высмеивали, там, министра крайне редко, да, причем такого, не политического всегда. А так, ну, отдельные недостатки. Важно понимать, да, что «Крокодил»-то, да, в 1922 году, но он был один, там, из ста журналов, да, из которых в Москве издавалось 50. А потом пришел «Сталинизм», и все журналы позакрывали, только в каждой республике осталось по одному. И все московские, да, слили в «Крокодил». То есть, буквально, госкорпорация «Россатира», да, ну, «Сопсатира». То есть, на самом деле, наверное, да, не создать такой журнал было, ну, невозможно, потому что, ну, да, вот есть такой элемент, бесспорный элемент культуры. Если жить без журнала сатирического, да, то как бы, а как же так? Ведь Ильич завещал, да, смеяться. Допустим, уронил эту самую затычку для айфона, давайте ее подниму. Не подниму, не найду. Вот, да, поэтому он был, да. Невероятная энергия в Олега Синенко. Так на каникулы уезжаю. Что сказать про тех, кто в Чертаново прозябает? Что им стоит сделать ревочек в пределах Светого Кольца? Разумеется, разумеется. Тем более, Чертаново интеллигентный район, как мы знаем. Оттуда и Пилеевы, и на Галина Тимченко, и Даня Туровский. Долин говорил, что ранее Любеда, комба, да Батяне Топа, про Макаревича говорил пустое место. Да кого это уже интересует? А как относится к тому, что революция произошла только из-за того, что царь Верк сынув Первую мировую войну, без этого никакой революции не было бы, а также Ленина и Сталина. Ну, не царь Верка, как бы что называется, безжалостный ход истории. И, конечно, да, ну, собственно, к этому выводу однажды пришел Солженицын, по-моему, даже, ну, не то, что первым, да, но первым из тех, кого мы уважаем. Угольников и Дудя произвел ужасное впечатление. Второй Иван Демидов. Как объяснить такую эволюцию прогрессивных деятелей этого 90-х? Ну, во-первых, они, конечно, все изначально были циники и бессовестные люди, ориентированные только на деньги, это понятно. Но также понятно, что даже если у кого-то были какие-то, если не идеалы, то какое-то представление о добре и зле, то я думаю, да, при соприкосновении, опять же, сейчас будут штампы, которые я не разделяю, при соприкосновении с людьми с прекрасными лицами, да, не разделяю, не разделяю, не мои слова, да, с мировой жабой. Слова уже мои, но, как бы, опять же, контекст. Еще с чем-то. Начинаешь понимать, эти мрази, эти мрази, эти мрази, эти мрази, и что же делать? Да пошли все в жопу, будут деньги зарабатывать. Да, вот, наверное, так. Улан-Батор, кстати, выглядит цивилизование, Улан-Батор, ну, извините, в столице почти европейского государства, да, и провинциальный бедный центр, конечно. Вот, ну да, перелет, перелет в монгольскую степь, в монгольском свитере, покупайте монгольские свитера, реально не пожалеете, вот, поверьте деду. В Киргизии все спокойно пока, недавно приезжали местные русские оттуда, сказали, что все, ок, мы под Россией верим. Да, причем, что называется, знаю киргизских патриотов, которые недовольны тем, что власть, значит, за экономические преференции буквально продала родину Путину, но у нас пускай будет одна колония хотя бы настоящая, Кыргызстан. Революция произошла из-за победного своей совиных крыл, да нет, все-таки нет. Алюр 6,9, что за нелюбовь к Красовскому, крутой же, ну, я не говорю, что не крутой, да, артистичный, умный, ну, ну, пидарас же, в смысле, не в смысле, да, вот буквально мразь, да, моральная. Олег, проблема в том, что вы не видите того, что вы выпадаете, да не назвали меня сегодня мразью, спасибо. Александр Шпаковский, вы же наш ручной совок, какой мразь, мы вас любим. Гомофобия, причина нелюбви к Красовскому, это же не потому, что он жрал говно, именно, именно. А читали первого изделия про Пугачева, ну, я вижу эти посты, но они какие-то настолько скучные и ненужные, что я ни одного не считал, включая про Пугачева. Завод Красная Бавария, да, УСГ Кривое Счастье, а, ну, вот, наверное, что-то у меня, опять же, исказилось в голове. Алиса Мон, одна из самых сексуальных певиц 80-х. Да ладно, не все были более-менее, что, Олегрова, несексуальная, допустим, да, Мон Страшилка и Снов, Агутин музыкальный гений, так же, как Олег, гениальный журналист. Готов согласиться. Ничто так не испортилось с годами, не знаю, не знаю, что, не знаю, что, не с годами, как колбаса, тебе реально теперь как вата. А вот, знаете, да, ну, у всех, кто оказывается за границей на долгое время, однажды, не сразу, естественно, да, накрывает хочется докторской колбасы. На этой почве, да, особенно в Германии и дальше по всей Европе расползаются, да, возникла прямо индустрия советской еды, а, может быть, не возникла, а, может быть, это бывшие ГДРовские мощностя, на которых делали по советской рецептуре. И, соответственно, сейчас для эмигрантов делают ту же докторскую колбасу, соленые огурцы маринованные и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И меня поразило, конечно, когда покупаешь немецкую докторскую колбасу, там, в русском магазине, условно, в Женеве, да, а она из мяса, вот. То есть, ты понимаешь, да, она честная из мяса, и она не такая, как ты привык в России. То есть, это вот прям... Вот. Словил Депру из-за того, что жена после родов заболела ковидом. Ой, слушайте, польская промежность, давайте все выздоровляйте, чтобы всем было хорошо. Но лучи поддержки. Олег неоднократно предлагал Кашину Путину на должность монарха. Явный степ, но Олег предпочитает не замечать. Александр Шпаковский, у меня такой, да, покер-фейс. Пломбир еще стал говно. Американцы завезут новый, да. Герр Шпаковский не степ. Стримы с симпатичными девушками на эхе, тоже верно. Путин царь для бедняков, как Пугачев. Так, Олег, ваше мнение о русских немцах? Уважительная, конечно, очень. К вопросу про красивую девушек. Матузную. Да, Матузная в ближайшем, опять же, шорт-листе. Кто тебе нравится из медийных женщин? Мне это Локонникова. А тебе имею в виду внешность? Да, собственно, я всех женщин более-менее уважаю. Бедняки большинство. Династия будет Красовского духовником. Так, если вы потопчиковеды, я сам Белевец. Ой, Белевская пастила, тогда приятного аппетита. Это Кочетов несистемный абсолютно, именно я об этом у меня есть, ну, не одна, на самом деле, я еще в нулевые про это писал. Но вот главная моя статья про чего же ты хочешь. Конечно, Кочетов гораздо больше диссидент, чем Евтушенко, естественно, да, чем Твардовский, чем уж не знаю, кто еще, чем Аксенов, Гладилин. Кочетов, конечно, главный бунтарь. И показательно, да, что Владимир Максимов ответсек у Кочетова, да, и сам по себе интересный человек, и интересный писатель, хотя, естественно, не великий писатель. Такая фигура интересная и важная, да. Владимир Максимов работал у Кочетова с Витсеком и потом создал континент, да, уже в Германии, на деньги ЦРУ буквально. У Гольников дружит с Соловьевым, ну да, ну да. Все покупаете Белевскую пастилу, да, и заодно Покровские пряники обязательно покупайте. Я однажды ел, но до сих пор не могу забыть. Какая культура вам ближе, французская или британская? Это как сэр Антони Идден спросил Оренбурга, да, Оренбург, а за что вы так не любите нас, англичан? Почему не люблю англичан? Я никогда не писал про англичан. Ну подождите, вы писали, что вы любите французов? Да, британская, британская. Жена у меня франкофил адский. Пастила сголбала, регулярно ездил у меня в совхоз, что при Белев ТМ надоело. Ну кто любит кушать, и вкусная пастила, вкусная пастила. Ой, я сегодня днем в два приема съел коробку вкусвиловских пралине. Лежали дома сто лет как бы, да, и что-то думаю, давно я сладенького не ел. Херак, херак, коробки нет. Один, даже Нилу не дал. Виски пьет веники песков. Да, поэтому, видимо, я отошел от виски. А что было особенного в Советском ТВ 64-68? Можно подробнее именная передача, можете назвать? В МКВНа мало? Я ссылался, она легендарная, знаковая и гуглица, передача ленинградская, где дискутировали Владимир Бушин, Владимир Солоухин и не помню, кто еще, на тему советских названий и городов. Нет, любой голубой огонек, да, в перемешку, где выступают поэты-писатели, что угодно, да, и эстрада. Все-таки она не настолько мертвая была, как официальная эстрада конца 70-х. Главное, да, о чем тоже не раз говорил, это поражает, допустим, в советском кино начало 30-х годов. Много фильмов, много разных, там, разного уровня шедевров и трэша и какие-то там известные нам люди, типа поэта Олейникова, снимаются в ролях. Пока государство, пока лично Сталин не понимает, насколько важно искусство кино. Потом, да, начинаем с тоталитаризм, проходят годы, так же с телеком. Соответственно, вот возникает телек, политбюро думает, да какая-то забава идиотская, вот радио это, да, радио это, ооо. Поэтому в телеке царит свобода, там, не знаю, еще программа, аукцион с Владимиром Ворошиловым, да. Вот, царит свобода и не только свобода, я помню, как раз в литературной газете в те годы были жалобы читателей, да, что была трансляция парада по телеку, на мавзолее какие-то люди бродят туда-сюда за спиной у Брежнева, кто-то пирожок ест, ну, товарищи, ну, елки-палки, святой праздник, там, 7 ноября. Вот, да, и в итоге, да, к 71-му году, когда госрадио телевидение переименовали в гостелерадио, ну, как бы, понятно, да, приоритеты меняются, потом, да, власть заинтересовалась тем, что телек это важнее, чем радио, и, соответственно, его умничтвило. Проходит еще 30 лет, да, у власти Путин, приведенный к власти телевидением, у власти люди-носители культа телевидения, считающие, как герои фильма «Москва слезам не верят», что телевидение наше все, и незаметно для них, а они считают, что это молодежная забава, возникает, расцветает интернет, да, и, соответственно, потом они его тоже захватывают. Вот в каждом, как бы, таком явлении есть, там, 20-30 лет, пока, опять же, оборзевшая злая власть, да, не замечает этого явления. Тогда свобода, тогда все хорошо. Потом заметят, но потом, через, там, 30 лет что-то новое изобретет. Так, виновлю в любых количествах вредно. Да ладно, вредно, красное полезно на подводных лодках выдают, да. Какие Росгазеты, Сенгик, какие Росгазеты, журналы, сайты читают регулярно, какие телеканалы смотрят, телеканалы никакие, Гостелерадиофонд, Росгазеты, журналы, сайты, ну, Медуза, наверное, все-таки, хотя, конечно, прямо видно, как ее подкосило иное агентство. Там, в общем, нечего теперь читать почти. Огоньки КВН, виски пьют приличные люди, на распробовать флаверы сорта и зарегонщины вкуснятина с нуральными соками на втором брожении. Да, 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 есть что-то недоброе в мужчинах избегающих. Сегодня последний стрим перед каникулами, Сибиряк, перед каникулами. Через неделю вернемся. Царская Россия могла бы победить Гитлера, а зачем? Олег, сейчас ваше мнение изменилось. После вашего высказывания, после Немцова в российской элите осталось только два человека, которых есть опыт честных в 90-е годы. Ну, наверное, вы правы, что я не знаю ханты-мансийская, тюменская специфики 90-х. Может быть, Собянин был, что называется, частью большой команды местной группировки. Но ладно, даже там, если признавая, что это слегка натяжка, а кто у нас есть третий в российской элите с таким опытом? Леопольд Бразерс, мой выбор. Олег, объективно, вредно. Живоден Сова, после 25 лет, наехал его знатно. Я не наехал, я свои юношеские ощущения пересказывал. Пугачиха и Ротару, Олегрова, антисекс прям. Пугачиха и Ротару, да, Олегрова норм. Милфа. Все ходят на стрим, Кшельгенгауэр, не зовет, не звала, кстати говоря, не рада, что характерно, интересно, да, Яков Ханько. Королева перестала пить мартини, прихворала, да, что там происходит, симпатизирован, да. Кашин говно просто спросил, нет, живу в Домодедово, может, стоит хотя бы в Одинсово перебраться, да, он не добраться. Пока не добраться, не зарекайтесь. Не могу смотреть новости Бердинских фильмокводки, вы ведете, наверное, да. Успенская и Мираж тоже антисекс. У Миража вообще не было лица, да, за кадром пели оперные певицы. Успенская, ну, соглашусь, да, конечно. Здоровье ее величеству переживал сегодня, молиться, жаль, за нее нельзя. Ну, за всех можно, ладно вам. Тын-дын-дын. Климент Маракеш, у меня дачка в Ленинских... А, в Ленинских горах, да, Ленинских горках. Ад, ваша Номодедова. Олег, русский человек обязательно? Славянин? Нет, Гитлера создали баварские иллюминаты. Да, Олег, представляете себе, стрим через неделю, надо на всю ночь садиться. Да нет, мы укладываемся в полтора часа, вообще железно. Вот, да, если бы осталась наша Россия царская, не было бы большевиков, никто бы не стал Гитлера выстащить. Да, Российская империя, национализм, национализм, государство, историю не остановить. Надо балансировать. Меня Англия немножко вернула в естественное русское состояние имперства. Нибудь эволюция одолели бы германских наций? Да, конечно. Какие интересные книги читали в последнее время? Никаких. О, вас спрашивают в период 15-летней давности до вашего рождения. Откуда вам знать ли Сеноколиса? Не думайте об этом. Олег, кстати, как вам Брилёв? Хоть и вы ГТРК весьма приличный вроде, но явно конторский там или грушный. Явно как-то отдельно был привязан к Медведеву, и за это его и Навальный мочил, и, видимо, как-то держит. Передача у него очень странная, то есть есть Киселёв, Огневой и как бы Флагманский, да? И, в принципе, формально даже почти такая же передача сутками ранее у Брилёва, которую не смотрит вообще никто. Но она как бы вот такая пролиберальная передача. Зачем она нужна? Непонятно. Ну, что называется, почётная пенсия. Мы не знакомы, я поскольку, да, поскольку он местный, я бы с удовольствием с ним, там, не знаю, в паб сходил, но не зовёт, что называется, а мне ему неловко писать. Вот. Всё, друзья мои. Да, на этом прощаемся. Я ещё раз благодарю Александра Петрикова за сегодняшнюю картинку и вообще гениально и традиционно, и в Репаблике просто выставка сплошная, да? Буду, конечно, я колонки буду писать на выходных, не волнуйтесь, на каникулах. У меня нет каникул, в данном случае у Нила каникулы. Прощаемся на неделю, хотя, может, там, не знаю, телеграм-стрим замучу. Всё. До свидания, пока. Счастливо, 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 счастливо. Обнимаю всех. Спасибо. 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 Спасибо.